привет друзья с вами варчик в этом видео хочу вас порадовать поскольку меня картошечка тоже порадовала появилась новость о том что стартует вторая итерация общего теста патча 1.13 вы можете его все скачать попробовать если хотите и на ней дорабатывают механику фугасов многие из нас заметили что механика переработанная фугасов какая-то странная поскольку легко пробивает экраны и гусеницы и теряет пробитие после этих экранов гусениц ровно настолько сколько толщины этот экран гусеница фальшборд и так далее это было как-то очень странно поскольку танки стали фугасами пробиваться очень легко в бортах в экраны а многие танки за счет этих экранов как раз таки хоть что то держит а у некоторых танков настолько мало брони что кроме гусениц в бортах в принципе ничего нет но если взять бабаху на десятом левеле то эти всякие фв 40 05 очень легко пробивали танки в борт теперь же там будет тестироваться доработанная механика где пробитие фугас будет терять в три раза больше чем толщина экрана который он пробивает то есть если экран 20 миллиметров то видимо он потеряет 60 миллиметров пробития и по сути в нем уже практически ничего не останется поскольку многие фугасы такое пробитие имеют там 60 70 75 конечно там и до 200 доходит у некоторых но хорошо что они значительную часть пробития будут терять и те танки у которых пушечки не особо мощные не будут фугасами пробивать все подряд чтобы всякая чепуха не залетала да там какие-нибудь может бабахи или танки которые имеют орудие чисто под фугасы они конечно там будут заметно чаще пробивать это мне изменение очень сильно нравится не факт что останется именно такое значение в три раза потеря пробития я так понимаю это еще касается стрельбы через заборчики всякие и разрушаемые объекты на мой взгляд это справедливо что пробитие теряться будет больше поскольку в прошлой версии очень легко все пробивалось и многие из вас это тоже заметили я не знаю будет ли справедливо что в три раза теряется пробитие но так или иначе нужно пробовать какие-то цифры больше меньше и прийти к какому-то значению может быть в три раза это много может быть мало будет видно но хорошо что разработчики это увидели начали в эту сторону делать какие-то изменения также по поводу артиллерии данные разработчики будут собирать и некоторую артиллерию балансить и править и уже известно что собираются данные по американской артиллерии и скорее всего м44 понерфит о нерфе м44 уже говорят давным давно все кроме разработчиков поскольку этой арты очень много в рандоме и на шестом левеле практически каждый бой по 6 м44 в каждом бою это перебор она слишком сильная она очень быстро ездит у нее очень большой угол обстрела она очень быстро сводится из нее легко попасть после сведения она очень комфортная и довольно таки сильно влияет на бой а это значит что она имба ее надо понерфить чтобы она была просто такая по силе как и все остальные они выделяться настолько сильно да конечно ее могут понерфить и слабо но уже хорошо что разработчики это заметили наконец-то не прошло и 70 лет хотя об этом уже несколько лет говорят также разработчики еще очень много в своей новости описывали рассказывали о том что им нужно собрать еще много данных и статистики после того как патч выйдет на основу на основные сервера и на этих основных серверах они будут собирать статистику по разным танкам и на основе этой статистики будут какие-то изменения если понадобится поскольку статистике с песочницы из теста мало им нужно больше данных и после того как они эти данные соберут будут решать нужно ли какие-то танки там а под нерфить и так далее на самом деле я об этом слышу уже давным давно и если какой-то танк немножко вывалится в дно и будет не очень скорее всего не забьют на него болт если там какой-то станет более-менее сильным но не чрезмерно тоже забьют на это и в целом они любят раз в два-три года просто там 5-10 танчиков апнуть по нерфить и все так чтобы навести баланс везде по всем танкам такое разработчики не делают никогда там кучку танчиков чуть-чуть поковыряют там кучку танчиков поковыряют и в принципе и хватит раз пару лет циферки чуть-чуть подвигали на пару танчиков и достаточно поэтому я бы на это слишком сильно не надеялся тут много громких слов красиво там описано и написано но в целом это все туфта основные механики про пробитие фугасов там и артиллерии они немного там смотрят и замечают но в целом чтобы всеми танками заниматься которые затронула это новая механика это делать они не будут потому что никогда так не делали если сделаю то мое уважение но такого ни разу не было поэтому и уважение тоже нет в целом они описывают это как три больших этапа сбор статистики в релизной версии игры определение групп техники конкретных машин для которых будут требоваться какие-то там правки ну и потом формирование и тестирование этих самых правок я думаю что это растянется надолго и это будет тянуться там год минимум они любят все растягивать на очень долгие сроки чтобы подольше все потестировать позаниматься там какой-то чепухой чем дольше тем лучше чтоб за годик там пять танчиков куда-то там циферки подвигать не удивлюсь если а по нерв танков после этого большого патча они растянут на пару лет и будут раз в полгода по 5 танков нерве тяпать если огромное количество танков потребует изменений то я уверен что это растянется на год минимум и они будут раз в полгода там по 5 танчиков говорят также разработчики рассказывают что по поводу артиллерии там по статистике все более-менее нормальная арта наносит урона примерно столько же сколько и наносила тыры-пыры троллевали на мой взгляд здесь как обычно все не очень хорошо и многие игроки не понимают что в артиллерии нет баланса одни говорят что артиллерия наносит много урона другие говорят что наносит мало урона все правильно просто вы на разных артах играете или против разных играете то есть есть люди в которых арта стреляет такими цифрами что за пару выстрелов у него просто нет хп вообще просто не осталось ничего либо он стреляет артой которая наносит много урона эти люди относятся к тем которые считают что у арты много урона она сильно много дамажит потому что такая арта есть американская там некоторое британское немецкое некоторое советское если точечно выбрать некоторые артиллерии они очень сильно много наносят урона и Возьмем других людей, которые играют на арте, которая мало наносит урона. Они думают, что артиллерия слабая, ее нужно апнуть. Так вы не играли на всей арте. Вы прокачаете все ветки арты. Конечно, я вам этого не советую, потому что вы будете много боев на арте играть, а в рандоме оно не надо, ее и так там много. Но некоторые артиллерии, там французская или еще какая-нибудь низкоуровневая британская, некоторые и советская, некоторые артиллерии, если их выбирать точечно, мало наносят урона, а некоторые слишком много, поскольку баланса нет. Если бы вся арта наносила урон, как французская, я бы вообще никогда в жизни ничего арте и не говорил. Пукает что-то там по 200-300, да и бог с ним, иногда даже и по 100, и по 150. Так на ней никто практически и не играет. Всем подавай американскую, немецкую, советскую там. И выбирают пожестче, чтоб так, чтоб бахнуло, так на пол хп. Вот и получается, что баланса никакого нет. Никто не занимается балансом даже артиллерии. Вот они собирают годами эту статистику, туда-сюда, как было по 3 года М44, там арта имбовая, М40-43, на 10 уровне некоторая арта, так дамажишь, ну его нафиг. Как не было в этом балансе и чрезмерный урон наносился, так и наносится. Но разработчики каждый год, из раз в раз, я на каждом тесте это одно и то же слышу. Артиллерия наносит столько же урона, сколько и наносила. И шо с того, что наносит, сколько наносила? Ты баланс сначала в арте сделай, а потом что-то там собирать статистику. Такое впечатление, что до этого баланс был в танках идеальный, что они собирают статистику и говорят, что было как было. Ну и по поводу ЛБЗ, все то же самое. Им нужно опять собрать какую-то там статистику и после этого они будут править ЛБЗ. Пока что с ЛБЗ они ничего делать не будут. Я гарантирую, что это растянется на несколько лет точно. Вся эта чепуха будет очень долго тянуться. Очень длинная история про сбор статистики, исправление правок в 5-10 танках, которая растянется нафиг знает сколько. Потом еще какие-нибудь ЛБЗ там будут куда-то подкручивать, откручивать. В общем, это все долго и неинтересно. Но в следующем патче уже будут новые механики в игре и посмотрим. Надеюсь, игра будет выглядеть посвежее и поинтереснее, поскольку сейчас уже очень печально в нее играть. Чтобы игра игралась свежо и интересно, ей нужно заниматься довольно-таки часто, а не раз в 3 года. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok